В администрации прошли публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и городской застройки. На рассмотрение вынесено два предложения от Департамента по управлению муниципальным имуществом и Управления капитального строительства. В микроволновении 9 изменить зону многоэтажной жилой застройки ЖЗ-102 в границах территории, включающей земельные участки, для размещения жилых домов 37, 38, 39, 40. На зону среднеэтажной жилой застройки ЖЗ-103. Нынешние экономические условия не позволяют строить многоэтажные жилые дома, так как каждый квадратный метр тянет за собой увеличение стоимости строительства объекта в целом. Поэтому принято решение о средней этажности застройки. Кроме этого, комиссия рассмотрела предложение изменить ранее запланированное назначение зон застройки 13 микрорайона для размещения торговых и социально-бытовых объектов. Этот вопрос вызвал серьезную дискуссию. От жителей домов 13 микрорайона поступило несколько обращений с просьбами пересмотреть эти изменения. Выражая волю жителей, а также защищая право на комфортное проживание в городе, заявляем, что мы не хотим, чтобы данный участок имел социально-бытовое назначение. Наше желание разместить там зону отдыха с игровыми комплексами и гостевой парковкой. Все заявители отметили недостаточное количество зон отдыха и мест для парковки автомобилей в микрорайоне. Скопление машин возле размещенных в цокольных этажах объектов торговли и услуг затрудняет проезд и парковку жильцов около своих домов. Организация дополнительных парковочных мест со стороны улицы Нефтяников и Магистральный поможет решить эту проблему. С проектом благоустройства таких зон выступило Управление архитектуры и градостроительства. В ходе обсуждения решались вопросы содержания и целевого использования этих территорий с учетом интересов жильцов 13 микрорайона. Протокол решения по результатам публичных слушаний комиссия представила на утверждение главы города. 29 мая оно будет опубликовано в средствах массовой информации и размещено на сайте администрации города. Продолжение следует...